Здравствуйте, зрители канала УТатьяны! В сегодняшнем видео мы вместе с вами поговорим о грибах. Так как на дворе грибная пора осень, я думаю, это видео будет кстати. И мы вместе с вами поговорим о грибах. У меня есть вот в руках гроздь вешенок. Вы думаете, что грибы вырастить тяжело? Неправда, очень даже легко. Мы сегодня побывали в гостях у Сергея Григорьевича, который занимается грибами давно и выращивает их у себя дома. Вот хочу вам рассказать, как я выращиваю грибы вешенка. Их можно выращивать по-разному. Можно делать, выращивать их в мешках, шелухоятся семечки. Можно на сене. Но для этого нужны помещения, где должна быть постоянная температура и влажность. Я же выращиваю их на улице. Они у меня растут всего лишь один раз в году, осенью, поздней осенью. И приносят довольно-таки неплохой урожай грибов каждый год. Я это еще вычитал давным-давно в журнале «Приусадебное хозяйство» и решил выращивать. Я срезал хороший молодой орех. Не молодой, может, уже пожилой. Такие чурки длиной где-то сантиметров 65-70. Выстрелил в них отверстие диаметром где-то 16-17 миллиметров. И купил в городе мицелий. И вот выкопал ямки глубиной приблизительно на 30 сантиметров. То есть почти понаполовину. И вот эти дырки я когда высверливал, то я их высверливал под наклоном. Так, чтобы мицелий не высыпался. И вот после того, когда я туда напихал этот мицелий, я эти дырочки заткнул тряпочками. Ну, так, чтобы ни птицы не выклёвывали, не высыпался он. И на дно положил мицелий таким тонким слоем. И потом эти пеньки закопал по очереди на небольшом расстоянии друг от друга. После того, когда я их закопал, я эти пеньки оставил в покое. И обязательно, конечно, эти пеньки нужно закапывать в тени. Потому что если на солнце, то пеньки будут быстро пересыхать. И плохой будет урожай. То поэтому я нашёл вот такое место под орехом. Большой орех, раскидистый. Там постоянная тень. И я беру, ну, раз в год, раз летом, два раза, ну, максимум три раза летом поливаю эти пеньки. Просто ставлю рядом поливалку. Ну, где-то часик-другой она пополивает. И потом, значит, я оставляю. Осенью уже, в этом же году, в осенью появились первые грибочки. Их было, конечно, немного. Вот. Но они уже в первом же году появились у меня. Я их, конечно, собирал с удовольствием. Из них можно делать много всяких кушаний. Сами по себе вёшенка. Чем она отличается от других грибов? У всех грибов есть ложный гриб. И у белого гриба, и у опят есть ложный гриб. И у шампиньонов есть. А вот у вёшенки нет. Она вёшенка так, как вёшенка. И она вот так вот растёт. И поэтому можно спокойно их употреблять в пищу. Этот гриб очень похож на грузди. Может, кто знал или бывал в России, или вот в хвойных лесах, там, где на севере особенно России, то вот грузди. Вот, грузди. То вот эти грибы, они очень похожи. Поэтому вёшенку хорошо мариновать, заквашивать. Ну, и как все остальные грибы, можно, конечно, их варить, жарить и тому подобное. Ну, что я ещё вам хочу сказать про эти самые грибы. Растут они очень хорошо. Но единственный недостаток – пеньки недолговечны. Со временем гриб берёт из них ресурс, который в пеньках есть, живой вот этот, и они струхлявают. И через 5-6, ну, иногда максимум 7 лет, если по толщине пенёк очень толстый, то через 5-6 лет они струхлявают, и уже ничего из него не будет. Мне приносит большое удовольствие употреблять эти грибы. Я пытался сделать, думал, будет проще, расколоть эти пеньки с обоих сторон, крест-накрест, и в середину засунуть мицелий. Так я и сделал на нескольких, но почему-то у меня на них ничего не растёт. А вот там, где высверлены дырки, ну, дырки я сверлил сверлом где-то 16 мм. Ну, это надо специальную дрель, чтобы такое сверло вставить, или... Ну, в общем, 16 мм. Я сверлил, ну, на глубину где-то приблизительно 10-12 см. под углом, так, чтобы потом, когда я ставил пенёк на землю, чтобы не высыпалось, а наоборот, он бы как бы мицелий падал вниз. И обязательно затыкать тряпочкой, потому как птички, они... А мицелий этот сделан на основе зерна, поэтому они могут склевать. Ну, вот, таким вот образом я каждый год выращиваю вот эти грибы. Они начинаются обычно всегда где-то в октябре месяце. Вот здесь я первые грибы, первые грибы, когда у меня выросли, это было 5 октября. До этого было сильно, очень засухо, но прошёл очень хороший осенний дождь. И сразу же, на следующее вот утро, ночью прошёл дождь, а утром я уже смотрю, выхожу, а уже грибочки-то уже и выросли. Маленькие такие, совсем ещё были. Вот. И начали они потихонечку растись. Первое на одном пенёчке, потом на другом, на третьем. Ну и вот, как видите, вот они уже выросли на многих пеньках. Честно говоря, у меня всё не получалось заснять, я немножечко их передержал, они немножко стали, ну, как бы скажем, большими уже. Но всё равно их можно употреблять в пищу, их нарезать, обжаривать. Очень вкусное получается блюдо. И при том, это никаких хлопот и забот особых не нужно. Ну вот, пожалуй, всё, что я хотел вам рассказать. Удачи всем! Единственное, что хочу сказать, некоторые могут подумать, вот, нарезал ореха, хорошее дерево испортил. Ну, ореху ореху разница. Есть орехи, которые, орешек дают очень маленький, его невозможно расколоть, ну, или он просто мешается где-то. Ну, и вот таким образом я так и сделал. У меня был большой, хороший орех, но он давал очень маленькие орешки, которые практически невозможно было расколоть. Ну, всем удачи! Будьте все здоровы! Если вам это видео оказалось нужным, полезным и очень интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, буду ждать. До скорой встречи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok